Ни вперед, ни назад. В Цивильске мальчик хотел поиграть на только что отремонтированной детской площадке, но застрял в грязи. Только спустя 20 минут отец вытащил ребенка. Наша съемочная группа разбиралась в ситуации. Решил покататься с новой горки, но попал в грязевую ловушку. На полпути ноги мальчика вдруг оказались в грязной жиже, непонятной из чего состоявшей. Так он простоял около получаса, пока на помощь не пришел его отец. Произошедшее сняли на видео активисты Общероссийского народного фронта, которые в это же время, случайно или нет, проверяли исполнение федеральной программы формирования комфортной городской среды. На кадрах видно, как отец вытаскивает ребенка из грязи. Я находился в квартире, на домофон мне позвонили и спросили вы, отец Марка Федотова, да, говорю, и сказали, что сын застрял в грязи. Ну я как-то успокоился, спокойно вышел, ну это мелочь, это не что-то такое зря довольно уходящее. На этом месте стояли люди, человек 7-8, и здесь был мой ребенок, находился в грязи. Я начал его извлекать из грязи, но они чуть ли не смотрели, просто оказывается снимали, я потом только об этом узнал. Это легко можно было им самим тоже, говорится, его извлечь из обуви и все остальное сделать. Современную детскую площадку жители улицы Никитина ждали долго, а вот порадоваться толком не успели. Глава администрации Цивильского района Андрей Павлов, конечно, странно ожидать было в ноябре теплую и сухую погоду для сдачи объекта, но акт приемки он все же подписал и уверяет, что к весне газон обязательно засеют, а пока засыплют игровую зону песком. Сегодня по данному проекту работа она завершена, поэтому погодные условия, именно погодные условия повлияли, и вот так вот получилось сегодня. И тот ребенок, я думаю, все-таки использовать детей в качестве, ну я бы не хотелось бы, чтобы на этом баллы зарабатывали. А к ОНФ я отношусь с уважением, и некоторые замечания, которые они действительно, они есть, мы их, конечно же, исправим. Благоустройство двора выполняла фирма СК «Алсерстрой». На ремонт детской площадки было выделено 6,5 миллионов рублей. Подрядчик установил детское и спортивное оборудование, обустроил проезды, тротуары, дорожки и площадки. Все шло по плану, пока не занялись укладкой газона, озеленением. Мы привезли, скажем так, улучшенный грунт, чернозем с торуфом. Ну вот, после того, как мы его, скажем так, раскинули, как раз 3-4 дня пошли подряд дожди, понятно, земля раскисла. Сейчас бы нам написали предписание, мы будем, наверное, сейчас вот это мокрое убирать, подморозит, и заново будем, наверное, как бы, заказчику пойдем на встречу и устраним данный недостаток. Теперь снимем обратно грунт, заново застелим. К тому же, на время проведения работ строители забыли огородить территорию и установить предупреждающую табличку. В данный момент, конечно, является негативом. Сделано у нас на 99% больше и положительного, и очень хорошо отзываются жители о том, что такой партийный проект существует. Но, к сожалению, вот такая небольшая ошибка, она немножко не скрасила, вернее, не украсила работу нашу. Поправим, исправим, и на будущее будем учитывать это. Рифат Фадкулин, Расиль Мухаммедов, Республика.